МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. С вами Юрий Зайцев. Смотрите сегодня выпуски. Остановка по требованию городские власти проверили. Легко ли добираться до работы сотрудникам Чермета? Пора на волю. Фигурант уголовного дела бывшего мэра Тула Александра Прокопука просит об условно-досрочном. И безбашенными темпами в Ефремове наладили производство башенных кранов. Бывший заместитель директора спецавтохозяйства Александр Жильцов подал ходатайство на замену неотбытой части назначенного ему срока. На более мягкое наказание ходатайство будет рассматриваться 6 февраля в Центральном районном суде. Напомню, Жильцов, а также его руководитель, бывший директор спецавтохозяйства и экс-мэр Тула Александр Прокопук были осуждены в мае 2016 года за пособничество в растрате и растрату соответственно. Прокопуку назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы Жильцову 4 года колонии. Указывая в документах ложные сведения об объемах, выполненных на мусорном полигоне работ, подельники вывели из бюджета города более 30 миллионов рублей. После жалобы сотрудников Тула-Чермета на работу общественного транспорта представители городской администрации лично выехали к проходным предприятиям. Напомню, 78 рабочих пожаловались губернатору на нехватку автобусов. Специалисты пообщались с заявителями на остановке и в самом общественном транспорте. Юлия Васюкова продолжит. Тула-Чермет, 17.00, конец смены, самый час пик. Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник и начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин с коллегами и руководством Тулгорэлектротранс мониторят работу общественного транспорта. Сотрудники предприятия писали жалобу губернатору о том, что на работу и с работы добираться проблематично. Верхние проходные. Водитель автобуса 28 маршрута говорит, что полная наполняемость на маршруте бывает редко, а вот из графика выбиваться случается. Сейчас, когда вся вот эта вот автомобильная кучка поедет, тут пробки будут, бог с ним какие, и еще переезд. А автобусы все пропадают в этих пробках, что 24-й с верхних проходных и также 28-й с нижних проходных. В автобус действительно спешат немногие, а вот к чиновникам с жалобами подходят. Позавчера автобус был 28 маршрута? Не было. Ну как не было? Ну как не было? По данным ГЛОНАСС? По данным ГЛОНАСС. Включаем навигацию, смотрим, автобус подъезжающий сюда, выключает навигацию, автобуса нету по факту. Смотрите, вчера он был здесь, вот, 19-го числа был, 17-44, 18-40. Хорошо. Кого он везет в это время? Подкорректировать расписание автобусов и соблюдать его просят и пассажиры. Если стабильно, два автобуса, вот так же, 17-10 и там 17-20 на след. С этого достаточно? Да. А пять, вот, три дня он ходил. Первый день, подожди, он ходил пустой, народ не знал. Вот такой вот, по сожалению. Второй день было больше. На третий день он битком на все прошел. Народ узнал, что народ едет. А на четвертый день он опять исчез. Ну то есть понятно, то есть выдерживая расписание, вот по расписанию в это время должно быть там, два или даже третий. Автобус уезжает полупустой, однако рядом стоит очередь на маршрутку номер 4. Он идет по Кутузово, нам неудобно ехать на этом маршруте. Нам на металлурговый город, на Крио. Нам может четверка. Он идет долго. А четверка идет по другому? По металлургов, да, четверка идет. Но они и ходят быстрее, чем автобусы. По словам водителей маршруток, в час пик график отправлений каждые 4 минуты. Через 40 минут после конца рабочей смены на остановке почти никого нет. Ни людей, ни маршруток. Хотя последние должны работать по этому же графику до 20.00. Фактически мы увидели то, что когда работа автобуса в Тулуэлектранс выполняется по расписанию, то есть именно так, как она запланирована, никакой проблемы фактически не существует. На нижних проходных ситуация похожая. 24-й и 13-й автобусы отправились в этот день по расписанию. Пассажиров не было. Расписание, впрочем, в ближайшее время подкорректируют. Юлия Васюкова, Сергей Давыдов. Новости Тулы. Детали импортные. Сборка отечественная. Московский инвестор открыл в Ефремове. Новое производство теперь в городском округе собирают башенные краны. Сегодня на предприятии побывал глава городского округа Сергей Болтобаев. Он отметил, что в прошлом году за счет фирмы удалось привлечь порядка 100 миллионов рублей инвестиций. На этот год в Ефремове спланировано строительство еще трех заводов. Общая сумма инвестиций порядка 5 миллиардов рублей. Уже идет сотрудничество с тульскими предприятиями. Это и с машзаводом для того, чтобы собрать эти краны. Я думаю, что в дальнейшем мы будем помогать данному предприятию, чтобы найти пути сотрудничества с производствами, которые находятся внутри Тульской области. Выездное совещание провел заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин в единой дежурной диспетчерской службе города. Диспетчеры ЕДДС круглосуточно принимают от жителей города звонки и координируют работу всех городских служб в начале этой зимы. Нововведение программное обеспечение «Снег». Программа позволяет оперативно сообщать всем городским службам и ответственным лицам о жалобах жителей на неубранный снег. 48 часов – срок устранения нарушений по регламенту. Заявки можно оставить по телефону 47 20 34 13 91 и 112. Раньше человек мог ошибочно обратиться в управляющую компанию по общегородской территории, либо в администрацию города, когда, может быть, следовало сначала обратиться в управляющую компанию. В настоящее время единый телефон, куда человек обратился, и уже здесь служба определит исполнителя по устранению нарушений. Параллельно, значит, по системе, по WhatsApp мы отправляем смески для дублирования всем должностным лицам. То есть, значит, должностное лицо, которое отвечает за уборку снега, может посмотреть в программе информацию, и у него будет еще плюс смс для того, чтобы осуществлять контроль. Новому Тульскому перинатальному центру быть разговоры о том, что надо расширяться, идут уже несколько лет, но денег на это найти не смогли. Решение о строительстве было принято после визита в Тулу в 2016 году Владимира Путина. Президент тогда пообещал сделать все от него зависящее, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Итог – более 2 миллиардов рублей будет выделено на строительство нового корпуса перинатального центра в Туле. Открытие запланировано на 2021 год. Как обстоит дело в существующих корпусах, где в год принимают роды у 4 тысяч женщин, расскажет София Кириллова. Здесь действительно творят чудеса. Ренат появился на свет на 2 месяца раньше срока. Теперь подрастает в таком вот инкубаторе. Крошечные ручки осторожно обнимают маму. А она радуется, глядя, как за 2 недели сын подрос. Самое главное, что предоставляется шанс с ребенком быть вместе, ухаживать за ним, смотреть. Так все хорошо, все прекрасно. Для специалистов Тульского перинатального центра подобные случаи в порядке вещей. В год здесь принимают 4,5 тысячи родов, большинство из которых тяжелые. Но врачи справляются. На пяти этажах операционные, лаборатории, кабинеты диагностики. 11 отделений на 255 коек. И боксы для малышей, которым нужен особый уход. И у нас на сегодняшний день есть абсолютно все технологии, чтобы помочь семье иметь ребеночка. И в обследовании, и в лечении, и в дальнейшем продвижении по жизни. Оборудование центра самое современное. Инкубаторы для тех, кто родился раньше срока, аппараты для искусственной вентиляции легких. Если счет пойдет на секунды, врачи центра знают, как помочь новорожденному. А если понадобится консультация коллег, то есть видеосвязь в онлайн-режиме. Без проблем в Тульском перинатальном центре тоже не обошлось. Не хватает специалистов. Например, врачей-неанатологов. Их нужно минимум трое. Наше отделение рассчитано на 20 коек. Совместное пребывание мамы. В основном к нам дети поступают из отделения детской реанимации, на выхаживание. Мы выхаживаем детей с экстремальной низкой массы тела. Также детей из детского отделения. В рамках специальной госпрограммы перинатальные центры сейчас строят по всей стране. В ближайшие годы появится 90 новых медучреждений. И Тула не исключение. Задачу построить новый корпус перинатального центра Алексей Дюмин поставил в послании депутатам областной думы. Деньги уже есть. 2 миллиарда рублей. Работы должны быть закончены в 2021 году. В Туле установлена памятная доска Владимиру Высоцкому. Она появилась на здании ДК Туламашзавод. Автором памятника стал скульптор Виталий Казанский. В 1966 году поэт был с гастролями театра на Таганке в Туле и выступал в стенах ДК. Решение об остановке памятной доски было принято Тульской городской думой в конце 2017 года. Бронзовая мемориальная доска была торжественно открыта под песню Высоцкого «Я не люблю». Высоцкий как при жизни был народным поэтом, музыкантом, бардом, так и сейчас он остается абсолютно народным персонажем. И, собственно, то, что сегодня произойдет, стало возможно благодаря поддержке тульского народа Высоцкого. Для меня огромная честь, радость сегодня присутствовать при этом знаменательном событии для нашего города, области, для всей России. Открытие мемориальной доски легендарному Владимиру Высоцкому. В Тульский арсенал может перейти нападающий сборной Замбии Брайан Вилла. Об этом пишут СМИ африканской страны. 23-летний футболист продолжительное время не выходит на связь со своим клубом «Платинум Старс» из Южноафриканской республики. И замбийское издание связывает это с переходом в стан канониров. Вилла провел за сборную Замбии 9 матчей и забил 8 мячей. Контракт с клубом из ЮАР, он упадающего до 2020 года. Однако, по сообщениям СМИ, он может покинуть «Платинум Старс» на правах свободного агента. Если трансфер состоится, то игрок станет уже третьим замбийцем в команде Меодрага Божевича после Эванса Кангва и Стопилы Сунзо. Более подробно о жизни Тулы области на нашем сайте tsn24.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»